Родододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододод Значит, ортодон японский. В начале рассказа, оговорюсь, это сеянцы, это не покупной посадочный материал, не отечественный, не импортный. То есть, когда начинала заниматься садом, ну, ситуация многим знакомая, пустое пространство, и хочется его как-то побыстрее засадить, посадочного материала мало, поэтому очень активно занималась выращиванием всего и вся из семян. И вот с той поры у меня вот эти вот рододендроны. Про посев семян сейчас толком я не вспомню, было это около 8 лет назад. Ну, судя по тому, что рододендронов у меня много, взошли, значит, семена хорошо. Каких-то проблем особых с всходами я не помню. Значит, после того, как они у меня в плошечках взошли, какое-то время они у меня в тени стояли под дубом, потом я их вот посадила, вот, одна и вторая кучки. Здесь много их сидит, здесь, не знаю, вот этот вот, вот этот пятачок, тут кустов, кустиков 20, наверное. Из-за того, что они вот так вот тесно сидят, они поэтому достаточно медленно растут, то есть в этом возрасте, восьмилетнем, они бы могли быть уже значительно повыше. Значит, высоты они достигают, рододендрон японский, где-то около метр шестьдесят. Значит, посадка лучше, им нужно солнце, желательно достаточно такое открытое место, но солнце не весь день. То есть в полутень я бы их не стала сажать, как-то, мне кажется, они там хуже развиваются. По крайней мере, вот такая вот, даже не знаю, как охарактеризовать, как это вот глубоко под кронами деревьев, вот я бы их располагать не стала. Значит, ну, солнце около шести часов в день, может даже, ну, да, вот эти рододендроны с утра и до трех часов где-то сидят на солнце. Те вот рододендроны, они даже пораньше немножко уходят, там тени побольше. Значит, по поводу грунта. Вообще, в принципе, рододендрон вот этот вот японский, он относится к листопадным рододендронам. Я знаю, что правильно, рододендроны. Но давно вот приучилась говорить рододендроны, и переучиться пока не получается. Значит, по поводу почвы. Листопадный рододендрон достаточно неприхотлив. Сейчас вот я расскажу, поймете, почему. По сравнению с вечно зелеными рододендронами. Значит, вот эти посажены практически вот в изначальный грунт, который здесь есть. То есть, когда я готовила место под посадку, я туда, ну, может быть, немножко перегноя насыпала и, наверное, немножко песка. Но это было все очень в мизерных количествах. Там даже ни верхний слой 20 сантиметров. То есть, там, может, я пару сантиметров песка и пару сантиметров перегноя насыпала, немножко перерыхлила, перекопала и посадила. И вот, в общем, как видите, они растут и особо не жалуются. Значит, при посадке на солнце еще вот такой момент. Если будете готовить посадочную яму с рыхлым грунтом, поскольку это все-таки растение, которое любит легкие почвы и под кислую реакцию почвы, если будете сажать на солнце, потребуется полив, потому что, когда, например, неделю нет дождей и яркое солнце, они подвидают, надо поливать. У меня есть посаженные на полное солнце рододендроны, эти же, вот из этой же кучки. Приходится их поливать иногда. И там грунт я готовила уже с кислым торфом. То есть, грунт достаточно по механическому составу, облегченный по сравнению с изначальной вот глиной. В принципе, в общем и целом, у меня ощущение, что растение очень неприхотливое. Абсолютно спокойно можно его выращивать и новичкам, и каких-то специальных плясок. Вот у меня вот эти, они, конечно, в очень эскетичных условиях находятся. И плотная посадка, и неподготовленный толком грунт. И, а я их не поливаю, вот эти не поливаю вообще. Подкормка один раз ранней весной. Они не укрываются, эти рододендроны. То есть, мой уход вот сейчас сводится к тому, что я вот периодически выпалываю иван-чай, и весной вот бросаю горсть удобрений комплексных для рододендронов. Всё, на этом всё. Корневая система у рододендрона японского компактная. Вот. Поэтому пересаживается он относительно легко. То есть, перебаливает, но не фатально для него. Значит, что ещё могу про них сказать? А, аромат. То есть, вот такое вот цветение безотказное. Цветут, почки цветочные не мёрзнут вообще. То есть, если они есть, если они заложились, он всегда цветёт. Вот. Аромат мне, например, больше нравится, чем сирень. Вот. И очень усиливается, конечно, аромат к вечеру. И такие вот южные ноты бесподобно. Вот. Я, наверное, даже больше из-за аромата их люблю, чем из-за вот цветения. Цветовая гамма у рододендрона японского достаточно обширная. И вот, ну, у листопадных можно там повыбирать и оранжевые, и сиреневые, и, по-моему, даже белые есть. Вот. То есть, палитра достаточно у них богатая. И, повторюсь, по сравнению с вечно зелёными рододендронами, очень неприхотливое растение. По подготовке грунта можно ориентироваться на, например, на гортензию метельчатую. То есть, вот у них чем-то, вот, сходные условия по механическому составу почвы, вот, и по кислотности. То есть, сильно упирать на кислотность при посадке, вот, добиваться, там, PH5, там, или 4,5, абсолютно необходимости нет. То есть, 5,5-6 он выдерживает, ему достаточно комфортно. Вот, так что, очень советую, цветёт он где-то 2 недели, длится цветение. Ну, можно считать, что это кратковременное, хотя есть растения, которые и меньше цветут. Вот, но, когда он цветёт, конечно, пройти мимо, вот, просто невозможно. Пятно очень ярко и издалека видно, в общем, такое отличное растение для сада, выше всяких похвал. После отцветания это просто, вот, зелёный кустик, вот, с такой вот, ну, такой вот, свежей зеленью. По выбору посадочного материала я бы всё-таки советовала брать больше, вот, отечественный, отечественный посадочный материал, который, ну, как бы уже выращен у нас изначально, в нашей средней полосе. Вот, хотя можно и пробовать импортный посадочный материал, ну, подстраховаться, и, может быть, первую зиму как-то, пока растение не адаптировалось, его немножко или мульчировать на зиму, или какой-то нетканный материал накидывать. Ну, в общем, особых хлопот с ним быть не должно.